Девушки отдыхают Обманутые дольщики продолжают свою акцию на новом месте Это через суд убирается Это так просто не уберешь Как это вы подъехали и уберете на воровайке, да? Между тем в Краевом министерстве строительства рассказали, как им будут помогать Мафия, мэр-коррупционер и убийца с кашей во рту Здесь можно было же прикончить Здесь, как они закроют волынки, здесь на поле боладу То есть ничего не понятно, а потом его переводят В театре имени Пушкина готовят новую комедию До Красноярска в спектакль успели посмотреть только на Бродвее Добрый вечер, в студии Елена Шабанова, в прямом эфире новости Афонтова Обвинение спустя 15 лет В Красноярске судят заказчика убийства, которое произошло еще в 2004 году По версии следствия, тогда еще вице-президент КФБОКС Андрей Гробовский Попросил знакомых застрелить милиционера Сергея Назарова Убийца судили, а вот собрать доказательства против Гробовского следователи так и не смогли И вот сейчас они готовы предъявить обвинение Ольга Хохлова вспомнила громкое дело 2000-х Уголовное дело в отношении Гробовского Андрея Владимировича Секретарь, доложите, пожалуйста, явку в суд За решеткой главный подозреваемый глаза не прячет, но явно чувствует себя скованно Постоянно облизывает губы, переживает Одет скромно и строго Белый верх, черный низ Это его первое заседание Бывшего вице-президента КФБОКСа обвиняют в заказном убийстве, которое произошло 15 лет назад Тогда, 22 ноября 2004 года, новость о смерти бывшего милиционера обсуждал весь город По версии следствия, именно Гробовский нанял двух человек Одному из них, Андрею Гугли, он заплатил 10 тысяч долларов за посредничество А тот нашел самого исполнителя, Евгения Коваля Последний получил от Гробовского огнестрельное оружие и 50 тысяч долларов Милиционера в отставке убили возле его собственного дома на Курчатова, 10 Известно, что мужчина, как обычно, поздно возвращался домой Он оставил автомобиль на платной парковке и шел к подъезду по этой дороге Здесь его уже ждал убийца Он выстрелил в Сергея Назарова 8 раз, в том числе в голову от полученных ранений Мужчина скончался на месте Следствие уверено, это была своеобразная месть со стороны криминальных кругов В последнее время погибший занимался бизнесом Открыл фирму по переработке мусора «Зеленый город» Незадолго до этого ушел в отставку Вот он на архивных кадрах телекомпании Афонтова Начальник краевого уголовного розыска был хорошо знаком с журналистом Во время службы Сергей Назаров расследовал резонансные и скандальные убийства Городу он известен по делу бизнесмена Вилора Струганова В криминальной среде известного как Паша Цветомузыка К слову, тогда в 2000-х бизнесмены воевали не на шутку Совпадение ли? Но за 20 дней до убийства Назарова Обстрелянным оказался автомобиль самого Гробовского Он выжил и отомстил, считают прокуроры Вину посредника и исполнителя заказного убийства доказали в 2010-м А вот расследование дела заказчика затянулось В коттедже Гробовского в Авинном несколько раз проходили обыски Работали сотрудники УБОПа и СОБРа Но передать дело в суд удалось только сейчас Сторона защиты вину не признает И настаивает, доказательств нет Мы проанализировали все Каждую бумажку Мы прочитали все показания Мы посмотрели все протоколы Прямых доказательств, что он организовал, нет А косвенные вызывают огромные сомнения Андрей Владимирович, с момента убийства Назарова Это ноябрь 2004 года, ровно 15 лет назад До октября 2018-го спокойно жил в Москве По месту регистрации Не скрывался Спокойно перемещался по России Жил, работал, воспитывал детей Вел жизнь законопослушного гражданина Сейчас Гробовскому 53 года Чем все это время мужчина занимался в столице Адвокаты тщательно скрывают, но говорят, у него есть жена и дети Уже год Андрей Гробовский находится в СИЗО Его обвиняют в убийстве и незаконной передаче оружия Решать его судьбу будут присяжные заседатели Он сам попросил суд об этом Приговор вынесут 12 независимых человек с разным образованием Которые не знакомы ни с одним фигурантом уголовного дела Чтобы вынести решение, потребуется не менее 15 заседаний Гробовскому может грозить пожизненный срок Ольга Хохлова, Андрей Ткачук, Афонтова новости Страховую компанию «Надежда» продают в Москве Уже подписан договор о продаже 100% акций группе «Альфа-страхования» В течение переходного периода «Надежда» будет осуществлять операции Как компания в составе группы «Альфа-страхования» с сохранением бренда Генеральный директор Красноярской страховой компании Маргарита Филипова После закрытия сделки продолжит занимать свой пост Добавлю, «Надежда» работает с 1991 года Имеет лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО Компания имеет 14 филиалов и 47 представительств Ее услугами пользуются более 700 тысяч клиентов По итогам 2018 года страховая компания получила убыток в размере 93 миллионов рублей Против прибыли 68 миллионов годом ранее Красноярские дольщики продолжили акцию протеста на новом месте После того, как снесли их палатку в парке 400-летия Красноярска Они переехали в вагончик на перекрестке шахтеров и Молокова В вагончике находятся три двухъярусные кровати, печка и необходимые продукты Днем в вагончике дежурят около 25 человек Периодически люди меняются Ночевать в нем будут не менее 8 человек По словам обманутых дольщиков, к ним уже подходили представители администрации советского района И требовали убрать вагончик Людей предупредили, что сегодня приедут сотрудники полиции Техника с краном, с помощью которой временное сооружение демонтируют К тому же на протяжении всего дня за обманутыми дольщиками Следят с помощью машины, на которой установлены камеры видеонаблюдения Вообще-то вот это вот сооружение, это называется же временное сооружение Такие бывают торговые ларочек и все прочее Но это через суд убирается Это так просто не уберешь Как это вы подъехали и уберете на воровайке А вдруг это что-то имущество Вы не имеете права его Это вот тут они говорят глупость Но они так говорят, что мы вас уберем Власть не идет с нами на контакт абсолютно Власть считает нас дурочками Тем временем краевые власти рассказали сегодня, что для помощи дольщикам будет создан специальный фонд В этом году на решение проблем с достройкой домов было выделено 2,5 миллиарда рублей И уже известно, чьи дома будут достраивать в первую очередь Подробности расскажет Антон Шевчук Основная задача фонда – довести обязанности обанкротившихся застройщиков и помочь достроить дома Так, спустя больше чем 10 лет появляется шанс увидеть свои квартиры дольщиков в грунтовой 28А Их объект стоит в списке приоритетных задач фонда В этом году из федерального бюджета было выделено 16 миллиардов рублей на решение проблемам манутых дольщиков по всей стране Из этой суммы Красноярский край получит почти 2 миллиарда Еще 500 миллионов добавят из регионального бюджета Очередность домов будет устанавливаться не по каким иным критериям А по мере готовности всего пакета документов для рассмотрения на наблюдательном совете фонда На сегодняшний день полностью готов пакет документов по реставрации Но учитывая, что и конкурсный управляющий там был назначен федеральным фондом И вся работа проведена Практически готов И сейчас мы его формируем для отправки Пакет документов по грунтовой Соответственно, в рамках конкурсных процедур Когда конкурсными управляющими будут подготовлены пакеты по остальным объектам Мы их будем отправлять для рассмотрения на наблюдательном совете федерального фонда Документы готовят конкурсные управляющие От них зависит, попадет дом в список приоритета фонда или нет Если достраивать дом будет дороже, чем выплатить компенсацию дольщикам То люди получат деньги на приобретение нового жилья Первые выплаты начнутся уже в декабре А чтобы список обманутых не пополнили Все строящиеся объекты в крае, таких 266, были поделены на две категории Первая, где объекты, готовность строительства которых составляет больше 30% И количество заключенных договоров долевого участия более 10% от общей площади объектов Таких 158 Застройщики этих домов продолжат строительство по старым правилам без использования экскроу-счетов Таких проектов у нас на сегодняшний день 108 Общая площадь в них порядка 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров На сегодняшний день получено заключение застройщиками от нашей службы По подтверждению степени готовности получено уже 76 заключений 20 заявлений еще находятся в работе Я полагаю, что мы до 15 октября эту работу завершим И общая площадь таких объектов будет у нас доведена до 950 тысяч квадратных метров Сроки достройки проблемных объектов и суммы, которые для этого нужны Будет определять Федеральный фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства Его создание чиновники называют весомым прорывом И отлаженной схемой урегулирования конфликтов между дольщиками и строителями Сенатор Андрей Клишес продолжает наводить порядок в российском интернете Он стал соавтором законопроекта, который разрешит блокировать пользователя мессенджеров Распространяющих запрещенную в России информацию В июле 2019 года эта же группа сенаторов уже предлагала обязать почтовые сервисы Ограничивать отправку писем с запрещенной информацией И идентифицировать пользователя сети по номеру мобильного Но тогда проект был отозван Андрей Клишес является автором нескольких скандальных законопроектов По регулированию интернета и СМИ Таких как наказание россиян за неуважение к власти в интернете Приравнивание недостоверной информации к экстремизму Обеспечение автономной работы интернета в России и других Стоит добавить, что в Совете Федерации Клишес представляет интересы Красноярского края Но жить предпочитает в Швейцарии Где у него есть вид на жительство Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального признали иностранным агентом Минюс включил его в список некоммерческих организаций Получающих финансирование из-за рубежа и ведущих политическую деятельность Сам глава фонда назвал действия ведомства абсолютно незаконными Мэрия нашла ответственного за снос исторической ограды на Троицком кладбище Это бывший глава департамента городского хозяйства Евгений Жвакин При этом Жвакин уволился еще в июле, а в контракте на госзакупках указано, что документы на снос были подписаны 2 сентября Следователи задержали третьего фигуранта громкого коррупционного скандала в мэрии Ранее помещены под стражу заместитель руководителя департамента городского имущества Ирина Тюрина и директор фирмы-оценщика недвижимости Имя и должность третьего фигуранта пока не раскрывают Следователи устанавливают, были ли другие эпизоды взяток Жители Сухой Балки написали письмо президенту с просьбой не лишать их права на собственные участки Также поступили и другие собственники из семи регионов страны, у которых те же проблемы с нестепроводом Письмо также направят в Госдуму, полномочному по правам человека Сегодня в нашем благотворительном аукционе «Ставка на добро» в гостях был повар из Поднебесной Еси Джун, настоящий мастер своего дела, он приготовил мясо в кисло-сладком соусе И, как обычно, блюдо забрал телезритель утреннего кофе Сафонтова, а заодно сделал доброе дело Давайте посмотрим, как это было Пока процесс идет и очень скоро мы, очередной, сможем представить вам готовое блюдо Это традиционная китайская кухня Много жира, кисло-сладкий соус Обычное сочетание для жителей Поднебесной Ловко орудует ножом повар ресторана «Конфуций» Он не говорит по-русски, поэтому пришел с переводчиком Да и некогда разговаривать, наш благотворительный аукцион в самом разгаре Минута остается до конца нашего аукциона Ставка 700 рублей Давайте последняя ваша возможность Рассчитывали выйти из четырехзначной зоны Давайте хотя бы четырехзначную цифру заявим в качестве ставки на добро Еще раз напомню, что это не кулинарное шоу, не служба доставки Это все-таки благотворительная по своей сути акция И все деньги, которые мы, собственно, вырущим в ходе наших торгов Все они пойдут в благотворительный фонд «Добро-24» Помощь тяжелобальным детям Спустя 20 минут блюдо было представлено во всей красе И мы определили лидера Человека, который этим утром решил сделать доброе дело А заодно и вкусно полакомиться 700 рублей 2 И завершаем победой 700 рублей 3 Побеждает Арина Мартынова Поздравляем ее Привет, Новкида! Арина Мартынова, мы вас поздравляем Я надеюсь, наш победитель не придерживается диеты, правильного питания Здесь весьма все калорийно, но точно вкусно и сытно Мы приехали на место, пойдемте знакомиться с нашим победителем О, спасибо! Здравствуйте! Это вы наш победитель, собственно Поздравляем вас! Спасибо! А почему решили поучаствовать? Стараюсь всегда принимать участие в каких-то акциях благотворительных Это малое, что мы можем сделать, помочь детям и всем, кто нуждается Ну, видели, что готовят? Не жирненько? Сейчас пойду на работу, порадую коллег вкусным обедом До шести можно Ну вот и пополнился наш длинный список благотворителей еще одним добрым человеком Завтра в 20.05 не пропустите прямой эфир из ресторана «Гриль Парк» Он пройдет в нашей группе ВКонтакте Афонтова Сразу после новостей заходим в нашу группу и смотрим трансляцию Увидимся! Вы смотрите новости Афонтова, мы продолжаем Выездной спектакль готовят в Театре Пушкина Называется новая постановка «Мэр и Мэри» или «Вперед, Шотландия» Спектакли по этой пьесе с успехом прошли на Бродвее А вот на российских подмостках она ставится впервые Клавдия Стельмахович побывала на репетиции и узнала, что одному из артистов для роли киллера пришлось научиться играть на волынке Владимиру Абакановскому для роли шотландского киллера Тодда пришлось осваивать волынку Ее специально выписали для него из Великобритании Правда, пока артист играет лишь одну мелодию А еще понадобилось заговорить без гласных Их киллер Тодд теряет, когда волнуется А нам нужно, чтобы было непонятно Каша, когда он злится, он там, ну, текст есть Здесь вновь было же прикончить Здесь вновь было бы, пока не закрыли на волынке, здесь не было бы ладу То есть он ничего не понятно, а потом его переводят А когда нужно, чтобы понять, тогда он говорит согласными только буквами Ну вот это когда он злится Ну, странный на самом деле персонаж, я не знаю, где его писатель нашел Сюжет комедии «Мэри-Мэри» лихо закручивается в двух комнатах мотеля Здесь незадачливые копы проводят спецоперацию, чтобы поймать мэра-коррупционера с поличным И вот уже на сцене появляются бухгалтеры из мэрии, следы шотландской мафии И наемный убийца с тонкой душевной организацией А вот мэр, вынесенный в заглавие спектакля, появляется на сцене лишь эпизодически Зато очень ярко Наш подозреваемый здесь в здании гостиницы Подозреваемый? Мэр, да, мэр! Ведь он наш подозреваемый сейчас У меня сегодня, надеюсь, будет 19-я трактовка персонажа Да, мы там уже... Только не было такого, да Там Николая Николаевича Дроздова, который рассказывал, как мы этим Потом у меня какой-то Карлсон был вообще Пьеса Пола Слейда Смита «40 каратов», по которой делается красноярский спектакль «Мэри-Мэри» с успехом шла на бродвейских подмостках А вот в России ставится впервые Комедия «Положение», она подразумевает очень точное исполнение Если открылась дверь в одной стороне, то второй персонаж должен обязательно услышать и открыть вторую И так далее, и так далее И вот на этом квип-про-кво, да, в таком вот ошибках, которые допускают кто-то видит, кто-то чего-то не видит Тобственно говоря, построено огромное количество пьес Пикантную комедию «18 плюс» делают в формате выездного спектакля Премьеру сыграют в субботу на сцене Дома офицеров В ноябре попробуют на большой сцене Театра Пушкина Затем «Мэри-Мэри» станут первой строкой в гастрольных афишах театра Клавдий Стримахович, Вячеслав Казаков, Афонтова, новости Отлично заработали, коллега! Вы тоже коллега! Вы на все! Новостями спорта Антон Соркин Здравствуйте! Футбольный Енисей до весны переезжает в Манеж В этом году команда больше не будет проводить домашние матчи на центральном стадионе Перед открытой ареной уже начались приготовления к субботней встрече с Армавиром Рабочие выставляют периметр безопасности Руководство клуба объясняет переезд в Манеж исключительно из-за погодных условий Несмотря на то, что сейчас днем температура воздуха вполне комфортная Вечерние часы уже довольно прохладно Со слов спортивного директора клуба Дениса Петровского Принято решение создать более комфортные условия для болельщиков Посмотрим в понедельник прогноза, он был где-то в районе плюс 4 градусов Это днем, а соответственно вечером мы понимаем 17 часов будет еще прохладнее Плюс Енисей Ну здесь вопрос именно качества и комфорта просмотра футбола для зрителей в первую очередь То есть здесь не игровая составляющая на первый план выходит А учитывая, что примерно сейчас посещаемости стадиона в районе 3000 зрителей Болельщиков наших, соответственно такая у нас сместимость в Манеже И наверное будет им комфортнее и удобнее смотреть там, где будет тепло, сухо и комфортно Напомним, в прошлом году Енисей играл на улице и в декабре Всем до сих пор памятен матч с Грозненским Ахматом Все дело было в регламенте премьер-лиги Красноярский Манеж не соответствовал всем нормативам Правила проведения матчей ФНЛ в этом плане более лояльны Волейбольный Енисей с победы начал розыгрыш второго этапа Кубка России Команда наглого оказалась сильнее клуба Грозной Красноярцы в Доме спорта имени Дворкина расправились с соперником за три партии Самым результативным в составе Енисея стал новичок Ян Ерещенко На его счету 18 очков Но тем временем красноярец Егор Шишков стал победителем первенства мира по тайскому боксу В Турецкой Анталии сибиряк в финальной схватке одолел представителя Объединенных Арабских Эмиратов Трехраунд новый бой завершился досрочно Судья ввиду явного преимущества россиянина остановил поединок еще в первом раунде Для Шишкова это стала первая победа на международной арене На этом у меня все, друзья, любите спорт, пока На этом наш выпуск завершен, свои новости сообщайте по телефону 285-14-14 Присоединяйтесь к нам в соцсетях, заходите на наш сайт, адрес в интернете афонтово.ру Всем хорошего вечера и всего самого доброго, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова